Самотечный коллектор, по которому стоки из Чкаловского, Бокчеванжи, Звездного городка и Лосинпетровского уходят на межрайонные очистные сооружения, несколько лет был головной болью для коммунальных служб. Теперь в истории с технологическими авариями, вследствие которых происходили провалы грунта, наконец-то поставлена точка. Неоднократно на нем были аварийные ситуации, и администрации было принято решение о включении его в государственную программу развития инженерной инфраструктуры и полной замены, так как он был построен в 1964 году, еще Министерством обороны Российской Федерации. На баланс муниципалитета изношенный коллектор был передан в 2009 году. Его конструкции были настолько изношены, что аварийным службам приходилось не раз латать его. Трасса пересекает несколько автомобильных дорог с интенсивным движением, а глубина залегания на отдельных участках превышает 10 метров. В ремонтно-восстановительных работах применялись передовые технологии перекладки труб диаметром 400 и 600 миллиметров. К таким относится метод разрушения. С помощью этого метода восстановлен участок протяженности около километра – Очкаловского до Бахчеванджи. Преимущество технологии в том, что для ремонта не нужно проводить земельные работы. Все операции выполняются в самом коллекторе. Суть заключается в том, что старая труба разрушается и протаскиваются вот такие модульные секции ПНД трубы, которые на резьбе закручиваются. Очень удобно в том плане, что не проводятся никакие раскопки, траншеи, не надо водить. А работа именно из колодцев-колодец, удобно в условиях городских застроек. Этот вид ремонтно-восстановительных работ довольно трудоемок. За сутки рабочие проходят всего 50 метров коллектора. Но стоит отметить, что все это время канализационные стойки продолжали поступать в коллектор. То есть он находился в рабочем состоянии. Больше времени требовалось на подготовительные работы – установку перекачивающих стойки насосов. Заключительный участок канализационной трубы от Бахчеванджи в сторону Леонихи проходит под автомобильной дорогой, движение по которой не прекращалось ни на минуту. Производились работы как открытым способом. Это 980 метров. Как методом санации и также методом разрушения. Вот сейчас последний этап. Сегодня последний этап 50 метров методом разрушения. После чего коллектор будет полностью запущен и введен в эксплуатацию. На восстановление коллектора из бюджета региона было затрачено 125 миллионов рублей. Подрядчик выполнил работы в срок. Михаил Налетов, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.